Ненормативную лексику применяешь? Бывали случаи. Какие это слова? Плохие слова. Сейчас аккуратно, потому что это схантят. Случайно в бизнес-классе со мной увидела стартаперов. Запомните, это очень важный кейс. Джастин, Тимберлейк, Перис Хилтона, многие, которые тоже инвестируют в стартап. Это масонская такая, инвесторская ложа. Я два раза медитирую по 20 минут. Моя мантра называется Хортица, но я не об этом. Муж Виктории Тегибко. О чем говоришь, Жень, ты что? Это совершенно не соответствует действительности. Я зашел сейчас на минное поле? Это сто процентов. Всем добрый день. Сегодня в проекте «Биг Мани» инвестор, любитель хорошего, качественного кино, бизнес-вумен Виктория Тегибко. Нужно определиться со статусом. Табло у инвестора – это экзиты? Это результативные экзиты. Которые дают больше денег, чем на входе? Правильно. То есть, когда ты получаешь больше, еще ты проинвестировал. Это очень важно. Все обратное – это называются технические экзиты. Райт-овс, так называемые, или банкротство. Или техническая продажа. Но есть много разных терминов. Но главное – ты не получаешь деньги. Или просто потому, что ты маленький инвестор, инвестируешь на ранних стадиях. К сожалению, более солидные инвесторы, которые заходят с более серьезными чеками. Но тебе это тоже знакомо, я думаю, что история. Какая – первая или вторая? Вторая – с более солидными чеками. Могут разумывать маленьких инвесторов, так называемых ангелов инвесторов, или те, кто инвестирует на ранних стадиях. Даже при хорошей продаже, при хорошем экзите к какому-то серьезному стратегу, ангельский инвестор или ранний инвестор может ничего не получить, к сожалению. А вот в вашем, я имел в виду статус, в вашем фонде какое количество миллионов долларов для инвестиций? У нас Evergreen, мы всегда докладываем, это большое счастье имеет такой статус. И на сегодня проинвестировано порядка 50 миллионов. Оперируете только своими деньгами? Только своими деньгами. То есть если я захочу? Сегодня, сегодня. Завтра ситуация может поменяться. Но сегодня, на сегодняшний день это так. Люди, которые нас смотрят, в первую очередь задаются вопросом, в кого инвестируете? То есть кто может претендовать на ваши 50 миллионов? Классная компания, которая оперирует в секторе Automotive Mobility, в первую очередь, и цифровое здоровье. Это ваша инвестиция в Е-Тачки? Это наш фокус. Е-Тачки, да, это Automotive Mobility, можно так. Довольны? Очень довольны. Растут они? Очень довольны, да, растут. Они работают уже не только в Украине, но уже и в Польше очень активно развиваются. Но бизнес непростой, собственно. Это коллегия Карпрайса на других территориях. Бизнес непростой, и понятно почему. Потому что он относится как раз к капитал-интенсив бизнесу, так называемому капиталонагруженному бизнесу, когда для поддержания, для роста компании нужны существенные инвестиции. Я бы назвал это покрытием убытков. Нет. У них нет убытков? Нет, нет, убытки есть, потому что компания на стадии роста находится. Но есть компании, которым на покрытие убытков нужны значительно меньшие деньги при большом даже экспоненциональном росте. А есть компании, которые связаны, ну, в первую очередь, да, и коммерс, конечно же. Там, где нужно много филиалов открывать, там, где нужно работать интернационально в большом количестве стран и регионов. Там, где бизнес, связанный с привлечением финансирования. То есть нужно иметь там плечо еще финансовое, достаточно солидное. Такие бизнесы называются капитал-интенсив, когда нужно много капитала для роста компании. Чем вас удивили Е-Тачки? Почему дали им деньги? Классная команда. То есть, я считаю, это одна из лучших команд в Украине, которая могла реализовать этот проект. Тем, что у них прекрасный опыт до этого был в модной касте. Я считаю, что Сергей один из лучших в Украине сети, о которых я вообще видела. То есть за период достаточно долгого существования фонда TI Ventures уже в Украине. Ну, соответственно, наш бизнес подтверждает тот факт, что мы инвестируем в людей. То есть в людей на ранее стали. В команды. Да, в людей. То есть вот эта история инвесторов номер один в мире, которые говорят, не важна тема, важна команда. Она принимается? Да, частично. Отчасти принимается, потому что тема тоже важна. Но просто есть простое такое выражение, когда с хорошей командой или с хорошей командой можно любую тему устроить, но с плохой командой даже самая прекрасная тема утонет. То же самое работает у нас. Поэтому я бы сказала, Founders Check, оценка команды играет ключевую роль в принятии решения об инвестициях на ранних стадиях в венчурном бизнесе. То есть другими словами, люди, которые нас смотрят, если они хотят претендовать на ваши 50 миллионов, должны в первую очередь создать команду? Быть профессионалами. То есть должны быть профессионалами. Узкосегментированно? На чем-то должен быть высокий фокус или вообще во всем? Во всем, ну, сложно быть, конечно, специализированным. Я таких не знаю. Дайте несколько советов. Человек должен быть профессиональным в чем-то. То есть в какой-то определенной отрасли. Или торговля, или авто, или медицина, или наука, или какой-то бренд, построение бренда, или технологии, связанные с рекламой, AdTech или MarTech, так называемые. То есть неважно, то есть какой-то сектор, в котором специалист проработал или проработала до этого. Может быть, в каких-то корпорациях, компаниях, других стартапах. Желательно продолжать усиливать свою специализацию. Сейчас все про это. Это касается не только фаундеров стартапов, компаний технологических, но это касается также и партнеров фондов. Тренд очень сильно изменился за последние годы. Если 5 лет тому назад еще мы видели в фондах, очень много было партнеров, которые имели достаточно широкое такое дженерик образования, бизнес, финансы, учет. Ну вот такие вот специальности присутствовали. Сегодня же все делают фокус на специалистов очень узкопрофильных. Или travel, тогда ты работаешь с компаниями в секторе travel. Или data, тогда ты работаешь с компаниями в дате. Если у тебя там SaaS, то ты работаешь с компаниями в этом секторе и так далее. Александр Галицкий, фонд «Алмаз Кэпитал». Мы недавно с ним разговаривали. Еще не глубокий, глубокая получилась. Хороший приятель и товарищ, друг. Отлично зафиксировали. Он говорил о большом проценте метафизически принимаемых решений в инвестициях. То есть невозможно до конца прочитать. То есть он сказал, если вы очень долго будете идти только за математикой, то в конце концов успешными не станете. Можешь оценить эту фразу, покрутить ее немножко и сделать из нее вывод? 100%, особенно на ранних стадиях. Когда анализировать нечего, то есть в принципе мы даже не смотрим бюджеты на второй год. Они чаще всего в 90% случаев не совпадают. Они не совпадают, все меняется. Обычно в минус. Обычно по-разному. Кстати, бывает по-разному. Бывает и в плюс, бывает и в минус. Например, приведи пример компании, которая потратила меньше, чем планировала. Такие компании есть. У нас в портфеле, скажем так, таких компаний было порядка 15 плюс процентов. Если ваша фамилия Негоровиц, это не вы инвестировали в Фейсбук, то я таких компаний не знаю. Фейсбук – это отдельная территория. То есть в это направление мы, к счастью, не инвестируем. Это очень сложно. Но на ранних стадиях, с чего мы начали? То есть на ранних стадиях очень важно оценить саму команду, сделать фаундерс-чек, то есть их профессионализма, кем они были, начиная даже со школьной скамьи. То есть таким образом выявить какие-то бизнес-признаки того, что эта команда, эти ребята могут сделать то, что ты думаешь, ты сделаешь сам. Это, кстати, тоже ошибки инвесторов, которые думают, и Саша думает тоже со мной согласиться здесь. Иногда мы думаем, или так мы думали на начальных стадиях, что дайте, ребята, эта команда сделает, применяй это все на себя. То есть если я это сделаю, потому что родом условно я из оффлайнового бизнеса, я понимаю, как это можно сделать. К сожалению, это не факт, что команда это сделает. И когда ты начинаешь уже отделяться, то есть от этого ощущения, применять на себя таланты команды, это очень хорошо работает. Остается только профессионализм, остается то, что было у этой команды, с чем она пришла к тебе, какой-то опыт предыдущих стартапов, компаний или работ, или бизнесов, которые у них были. Все остальное – это животный инстинкт. То есть это такое шестое чувство, когда… или намоленный глаз, можно так-то назвать, когда ты смотришь… Как в твоем случае ты это назовешь? Шестое чувство, да, наверное. Я слышал еще животный инстинкт. Да, тоже можно. В твоем случае животный инстинкт. Шестое чувство. Шестое чувство. Это больше. Да, потому что тысячи разных параметров, ты сразу… Кто принимает последнее решение в твоей компании? Ну, как фаундинг-партнер принимаю я, конечно же, потому что ответственность на мне. А есть решение, с которым ты была не согласна, но тем не менее вы проинвестировали? Я такого не помню. То есть 100% принятие решения за тобой? У нас как-то так и слаженно работает команда. То есть это как наподобие медицинского консилиума. То есть когда 4 человека принимают решение. которые нас смотрят, назовут это диктатурой. Нет-нет, вот я же пытаюсь объяснить. То есть есть когда 4 партнера, есть ассоцией, есть аналитики, и это коллективная работа. То есть в процессе принятия решения ты можешь чем-то не соглашаться. И внутри вашей команды нет разногласий. Конечно же, боже мой, есть разногласия в процессе. Но когда уже дело идет до выбора компании финальной, которая уже начинает работать с нами по процессу дью-диллидженса, и дальше уже процесса финального принятия решения да, мы инвестируем, разногласия нет. То есть у нас правило, мы не инвестируем, когда кто-то не согласен. То есть есть право вето. Нет-нет, если кто-то из команды не согласен. Если кто-то не согласен, то не инвестируем. Фактически, другими словами, вето на инвестиции. Причем это не только мое. То есть это у любого из партнеров. То есть, в принципе, достаточно хороших проектов для того, чтобы мы имели единогласное окей на инвестицию в компанию. Это немаленькая инвестиция. Летят вопросы. Ждем. Летят вопросы. Пусть бы полетит. Скажи, Лиганет, где выйдет текстовая версия о бизнесе издания, текстовая версия нашего разговора, задает вопрос. А итого сейчас у тебя плюс? У меня плюс. Его можно как-то оцифровать? То есть, какой это фонд? То есть, вложено 50, другими словами, немножко приземлимся к цифрам. А заработали, например, 70. То есть, какая норма прибыли? Как это регламентируется? Когда собираетесь закончить с инвестированием, возможно, перейти в более такие тяжелые проекты? Также работает ли правило, очень важно услышать от тебя, как от инвестора, что когда инвестируешь, важно достать то, что инвестировал, а дальше получать прибыль с оставшегося пакета? Окей. То есть, в принципе, фонд работает очень достаточно по простым, понятным признакам. То есть, ты 5 лет инвестируешь, там, 5 лет собираешь деньги. То есть, фонд рассчитан нам 9 лет. У каждого по-разному. 7 плюс 2 плюс 1, 7 плюс 1 плюс 1 плюс 1. То есть, ну, такие-то разные варианты. То есть, учитывая в нашем случае, когда это evergreen, то есть, сложно посчитать, но, в принципе, можно. То есть, результаты такие, что мы на сегодня вернули уже 87% денег, вложенных в стартапы. Сколько времени прошло? 7 лет. Планировали 5? Нет, мы не планировали. То есть, у нас evergreen фонд. То есть, я просто считаю, за весь период 7 лет. Учитывая тот факт, что 30 компаний из текущего портфеля еще не поднимали ни одного раунда инвестиций. Поправь меня, если не прав, математика процесса. 50 инвестировано, 77 лет, 87% вернули. 87% вернули. 87% вернули. И понимая то, что у нас нету конечности в фонд. То есть, мы не разбивали инвестиции на условные фонды в 5 лет. И 5 лет, допустим, добираем, 5 лет и добираем. Тогда бы у нас было 5, мы зафиксировали бы ситуацию, дальше 5 лет еще собирали. Ты довольна? Я очень довольна. Очень довольна, потому что мы входим из 10 фондов лучших по показателям в Европе. Мы занимаем 4 место. 4 в Европе ваш фонд? В Европе, да. Ну, то есть, последний текранч можно будет обнародовать эти данные. Нам очень приятно. Когда выйдет рейтинг тех? Уже вышел. Уже можно на это ссылаться в передач? Да, уже можно посмотреть. 4 по доходности фонд в Европе. А 4 по результатам. По результатам. Да, и по количеству инвестиций, которые у нас сделала. И по количеству инвестиций. Да, сделано всего на сегодня 130 инвестиций. 45 экзитов. То есть, 85 компаний в активном портфеле. Соответственно, мы занимаемся ежемесячно апдейтами по 85 компаниям. В общем, компания в основном в Европе и в Америке. Это основной наш фокус. Примерно, если сейчас зафиксироваться, вот сейчас подвести некую условную черту или предварительные некие итоги. Те портфели, которые есть, с учетом экзита, во сколько примерно оцениваются? В 3,2. В 3,2. Да, в оставшемся. То есть, 50 миллионов, 87 процентов возврата, 7 лет и 3,2 миллиарда долларов оцениваются эти? Нет, не 3,2, 3,2 икс. Это стоимость оставшейся активной компании в портфеле. Мы заработали в 3,2 раза больше денег, чем мы вложили в эти компании на сегодня. Учитывая то, что 30 компаний из портфеля еще не поднимали второй раунд инвестиций. Каждый год мы инвестируем порядка 15-20 компаний. То есть, ускоритесь еще максимально. Сейчас пик, правильно, инвестирования или экзитов. На какой момент, другими словами, те люди, которые соберутся инвестировать, на какой момент ожидать, собственно, денег? То есть, у нас ситуация достаточно простая, потому что мы не одержим деньги, не фиксируем их на определенный период времени. То есть, каждый экзит, мы просто его реализуем и вкладываем эти деньги в следующие компании. То есть, добра своему слову... Сколько у вас внешних инвесторов, отчитываться не нужно? Никому не нужно, это так называемый evergreen. То есть, корпоративный фонд. Таких фондов сейчас очень много. Очень многие корпорации сегодня, это большой тренд, создают свои корпоративные фонды, причем в разных направлениях. И в финтех, и в мобилити, и в здоровье. И в рекламе. Ну, любой сектор возьми, у всех какой-то корпоративный фонд, это очень удобно. То есть, у них дополнительное added value есть. У нас немножко другая ситуация. Мы находимся в направлении, так называемых, family offices. То есть, когда мы инвестируем свои средства в те направления бизнеса, которые кажутся нам интересными. Или являются, скажем так, нашим предметом личного интереса, те, кто занимается инвестициями непосредственно. А тяжело ли быть женой Сергея Леонидовича Тегибко? Нет. Очень просто. А когда, и этот рецепт необходим большому количеству людей, которые нас смотрят, когда в семье два бизнесмена? Это какие-то конкурентные взаимоотношения. Как вы вообще синхронизируетесь? Да, все зависит от, скажем так, семейного уровня IQ. То есть, когда два самодостаточных человека, при отсутствии комплексов это работает. Как только начинаются комплексы, кто-то чем-то недоволен, у кого-то какие-то претензии, это очень тяжело. Да, уровень душевной или духовной организации находится на достаточно высоком уровне, проблем никаких нет. То есть, в вашем случае это работает идеально? Абсолютно, да. У нас все очень легко и просто. У нас прекрасные, спокойные отношения. А как, например, если вам нужно где-нибудь встретиться, или, допустим, у вас запланирован семейный отдых, детские каникулы, а у тебя, например, конференция техкранч? У меня на год расписаны все конференции техкранч. А если не совпадают? А у нас проще. То есть, дело в том, что у меня есть конференции, которые запланированы, а у Сережи конференции, которые он планирует сам. Вот, соответственно, достаточно просто планировать детские каникулы. И практикуются, то есть выезд с детьми куда-то на какие-то территории, очень короткие, 4-5 дней достаточно для того, чтобы все погрузились в атмосферу семьи, находились в одном месте какое-то количество дней. В одной повестке дня. В одной повестке дня, в одной машине, скажем так, проще. И перемещались там по какой-то стране, узнавали страну, узнавали, кстати, какие-то вопросы, которые у друг друга были за предыдущий месяц или два. То есть детские каникулы – это классная вещь, когда можно делать, так называемый, такой тимбилдинг. А кто в вашей семейной команде добрый, а кто злой? Папа добрый, конечно. Папа добрый. Да. Потому что у нас немножко по-другому. Да, мама по процессам. В зависимости от обстоятельств, так? Не только, всегда так. Всегда так, потому что все-таки у меня процессы. А если спорная ситуация, то в команде семья у вас за кем последнее слово? Я не очень провокационный вопрос задаю. Это очень важно, потому что семьи сейчас... Какие? То есть есть стопроцентно обычное доминирование. То есть если человек зарабатывает деньги, то вот так его слово последнее, оно не обсуждается. А когда два успешных бизнесмена, когда две громких фамилии, когда два бизнесмена даже в инфополе, да? То есть Сергей Леонидович раньше был Сергеем Леонидовичем, а сейчас он во многих случаях муж Виктории Тегибко. О чем вы говорите, Жень? Ты что? Это совершенно не соответствует... Я зашел сейчас на минное поле. Это стопроцентно. Так, возвращаюсь обратно. 23 тысячи сотрудников, он совершенно сам собственный, свой герой. Потому что, ну, то есть сегодня, ну, сколько ты людей можешь перечислить, у которых 20-23 тысячи сотрудников? Нет, он крутой. Да, 40, здесь, ну, 23 тысячи семей. Нет. Умножаем там на речи, не знаю, 5-10. Мы же его не девальвируем, внимание. Не отставим, никак не девальвируем. В этом плане все-таки. В этом его сила. То есть он доверяет полностью здесь мне. Потому что дети должны знать точку сборки. Если мама по процессам, и всегда процессы эти... Чаще всего эти процессы не очень приятные, соответственно, все-таки нужно дать мне право принимать условно последнее слово. Конечно, потому что если я знаю процессы изнутри, если я им занимаюсь, я с удовольствием послушаю мнение и друзей, и знакомых, и Сережина, обязательно. Но все-таки последнее слово за мной, потому что я очень хорошо понимаю процессы. Со мной просто, если есть здравое зерно, в любом комментарии я всегда поддерживаю. То есть ты абсолютно конструктивный? О, 100%, 100%. Это экономит время. Это очень важно быть конструктивным. Если, то есть люди, которые нас смотрят, кто-то хочет быть инвестором и чему-то у тебя научиться, а кто-то хочет быть успешным мужем-бизнесменом на равных в семье и быть максимально конструктивным. А кто-то, например, кому-то, например, интересно, а вакансии какие у тебя есть? И это, в общем, мы заменили близ сейчас на то, что мы задаем вопрос, который максимально близок людям, которые нас смотрят. Какие вакансии? Кому себя тебе предлагать? Да, у меня есть вакансии аналитиков в фонд, поэтому, ребята, если девчонки, у кого есть желательно техническое образование, желание работать аналитиком на фонде, на хорошем, классном, это интересная, стрессовая, очень крутая работа, пожалуйста, обращайтесь на нашем сайте, те и венчерс, пишите, звоните, отправляйте свое резюме. У нас есть две вакансии, которые мы с удовольствием заполним такой прекрасной кандидатурой, как вы. Сколько платите? Много. Сколько? От 2000 долларов. От 2000 долларов нужны вакансии, стрессоустойчивые, аналитики. Аналитики, технически желательно, с техническим образованием. С техническим образованием. Потому что математика, Женя, это все в нашем деле. Математика, логика, алгоритмический образ мышления. Мышление. Это все. И мы не просто так, у нас еще есть такой социальный проект, волонтерский проект большой, я уверена, что о нем слышал. Это Код Клаб, Код Клаб Лобал. Сегодня мы открыли 550 клубов по всей Украине. Это клубы по бесплатному обучению детей 8-14 лет программированию. Это языки программирования, начиная от стретч, HTML, Python и так далее. То есть дети с 8 до 14 лет проходят ежегодно, полтора часа, один раз в неделю в школах, в клубах, в офисах компаний. И эти курсы. И сегодня уже 10 тысяч обученных детей. В 2019 году цифра будет 10 тысяч обученных детей. И дальше этот проект идет. Это бесплатные волонтеры. Бесплатные волонтеры приходят учить детей. И дети получают безоплатное образование. Это очень круто. Поэтому все, кто хочет открыть, пожалуйста, к нам. На сайт Код Клаб. Офис у компании, которая управляет 50 миллионами долларов, достаточно скромный. Больше всего, что меня поразило... Это же в стартапах мы тоже самое приветствуем. Надо быть консистентом. То есть нельзя... Да, нельзя выпадать из тем, если ты говоришь о том, что нужно копейка-копейку. Если ты говоришь о этих ценностях, то ты не можешь сидеть в крокодиловом диване. Правильно, понимаешь? Да, у меня он фейковый, кстати. Какой? Стульчик фейковый тоже немножко, вроде как под крокодилом. Но фейк тоже не очень хорошо. Ничего, это нормально, это лучше. Это новый тренд. Лучше, чем настоящий крокодил. Абсолютно. То есть фейк и крокодил лучше, чем настоящий в любом случае. Стеллы Маккартни молодец. Так, а, то есть все-таки стульчик от Стеллы Маккартни? Нет, нет, не от Стеллы Маккартни. Говорю, то есть то, что против кожи. То есть ничего... Она против кожи? Да, да, ничего. Все очень может быть похоже, но я очень поддерживаю этот тренд. Больше всего, что меня поразило при первых экскурсиях в Фейсбук, Интел, вот в эту Силиконовую долину, да, вот это максимальное короткое расстояние между людьми, которые работают, и их руководителем. То есть очень часто невозможно вообще определить, что это руководитель. Они сидят вместе. Да, они, во-первых, находятся вместе, они едят в одних тех же столах. Например, я лично видел, как на пятничное совещание, по-моему, по пятницам у Цукерберга совещание, он абсолютно спокойно шел по офису один, где-то вдалеке мелькал такой достаточно крупный афроамериканец с вот этим вот, значит, наушником, ну, его охранник, да. Но в целом это абсолютно офисный человек, одет по-офисному, он не вызывает никакого отторжения. У тебя так? Абсолютно. Ты со своими ребятами, ты со своей командой? Ну, конечно. То есть мы постоянно, то есть у нас такая работа, когда невозможно быть где-то отделенным, потому что такое количество всего проходит каждый день, нужно постоянно быть в режиме единых каких-то, единых вибраций, нужно быть рядом. Что бы ты себе посоветовала 20-летней? Какой у тебя есть совет? Я бы себе посоветовала, наверное, делать шире речь, потому что я помню себя, когда я заказывала вообще всевозможную прессу, просто искала, пыталась понять, чем бы заняться, что вот мое, то есть в поисках себя находилась как раз в этот период, и почему-то сконцентрировалась только на деловой литературе. Такая была история у меня, то есть очень хотелось зарабатывать деньги, заниматься каким-то бизнесом, но вот чем точно, это был второй вопрос, который уже возник в районе 20 лет. Я бы посоветовала все-таки, когда ты не знаешь, чем ты точно хочешь заниматься, или ты находишься в поисках, очень важно смотреть шире, то есть заказывать разную вертикальную литературу. То есть ко мне то, чем я занимаюсь, пришло намного позже и случайно. А если бы был шире охват и больше знаний, то пришло бы раньше? Да, пришло бы раньше. То есть другими словами, формулирую максимально широкий уровень знаний? Да, широкий уровень знаний. Или информации? Информации входящие. Например, там в то время были печатные издания, то есть заказывать надо было журналы, которые пишут про сайенс, про медицину и так далее. Не факт, что мне бы что-то не понравилось. Возможно, я бы наткнулась на что-то связанное с IT. Раньше? Да, я не наткнулась на это. У меня просто этого не было. Я заказывала просто, пылесосила все абсолютно без исключения деловые издания, которые газеты, журналы, все читала на огромной скорости, на большом количестве. Кстати, это мне тоже помогло и помогает сегодня в бизнесе, потому что я ориентируюсь в очень многих разных отраслях. То есть, возможно, не так глубоко, но я понимаю, где ловить рыбу. То есть, это вот удочка, которая позволяет ловить рыбу. Но если бы еще было что-то плюс, что-то по IT, что-то по медицине, что-то по науке, я думаю, мне бы это очень сильно помогло. Наблюдаю за твоим Фейсбуком, ты все время перемещаешься по каким-то суперинтересным... И я за твоим наблюдаю, а ты тоже перемещаешься. ...по суперинтересным ивентам инвесторским мировым. Сейчас была в Лос-Анджелесе. Да, была на Тиханче, в Сан-Франциско. Это же номер один событие в... Номер один, и они есть не только в Сан-Франциско, они проводятся и в Нью-Йорке, соответственно. Ты знаешь, наверное, тоже был и в Берлине, и в Лондоне, и на других территориях. Очень классный ивент. Мне очень нравится. Кстати, с него в свое время началось знакомство с IT-бизнесом, со стартапами. Моя первая поездка была в 2009 году. Найти Крайнче со Франциско мне очень понравилось. Это было случайно, планировалось? Нет, это планировалось для развития нетворка. Как раз мы планировали делать конференцию IDC, интернет-технологии и инновации, которая стартовала в октябре 2010 года в Украине. Нужно было развивать нетворк, знакомиться, приглашать спикеров. Когда был хайп, тогда Украина была в фаворе. Но только Украина, вообще весь так называемый русскоязычный интернет. Это был очень секси, было очень интересно для всех инвесторов американских и европейских. Было несложно уговорить их приезжать к нам. Им нужны были партнеры. Потому что тогда был рост максимальный? Тогда был рост. Тогда рос весь русскоязычный интернет. То есть, куда мы, собственно, весь СНГ, куда мы, собственно, входили. И европейские и американские фонды с огромным интересом приезжали в Украину. Украина была без виз. Это было уникальное место. Со второго года буквально старта конференции, которая начала с первого года набирать свои обороты, но со второго года наши гости, которые впервые для себя открывали Украину, это и Алан Патриков, это и Дрюгав, это легенды глобального интернета и Астродайзен и многие-многие другие, которые приезжали, это было более ста спикеров на каждой из наших конференций. Они начали называть борды уже в Киеве. И началось такое интересное движение, которое друг друга поддерживало. То есть, нам уже не нужно было приглашать сто плюс спикеров. То есть, половина из них приезжала как участники на борды к тем венчурным инвесторам, которые были приглашены к нам выступать на конференцию. Как сейчас оцениваешь инвестиционную привлекательность? Инвестировать ли сюда? К сожалению, это не я ее оцениваю, но как раз когда ситуация произошла-произошла война. Я понимаю, что для тебя достаточно деликатная тема, но тем не менее, как... Не-не, абсолютно открыто об этом нужно говорить. Как оценивает инвестор? Тяжелая ситуация была в Украине. Сейчас она начала, сегодня, скажем так, весна в Украине по сравнению с тем, что было в 2014 году. Это была последняя, кстати, конференция, которую мы проводили в 2014 году. Статус был такой, то есть, у нас было более 2000 участников. У нас 180 стартапов стояло каждый год на стартап-але, начиная со 100 в первый год. Это было огромное, на самом деле, мероприятие. Приезжали представители больше, чем 25 стран. И буквально все, без исключения фонды, которые американские и европейские, которые рассматривали, а не рассматривали инвестиции в русскоязычное пространство, в СНГ. Украина была одним из самых вкусных, интересных кусков тогда. И все. То есть, на момент, когда произошла война, ситуация была следующая. Конечно, по политическим и этическим причинам фонды, партнеры наши, друзья, инвесторы, не могли сказать, что мы не можем инвестировать в Украину. Но мне тихо говорили, что на два года у нас мораторий. Это значит, что не мы не можем приехать сами, ну или только за свой счет приехать, пропутешествовать в страну, где война. Ну, не особо можно было на это рассчитывать. И, соответственно, стартапы все, которые приезжали к нам из 19 стран, классифицирующихся как страны Центральной и Восточной Европы, соответственно, понимают, что страна в войне, какие деньги здесь можно ждать, кто сюда приедет. Соответственно, вся идея познакомить стартапы из 19 плюс стран мира, чтобы они помогли учиться друг другу, привезти на одну площадку инвесторов из Америки, Европы, она вся просто, ну то есть накрылась. Мы после С-15 года уже перевели этот формат в индивидуальную, очень точечную помощь украинским стартапам по выезду их через акселераторы в Европу, в Америку или в Азию. По состоянию на сейчас можешь назвать самую интересную презентацию, которая тебя максимально убедила сделать инвестицию? Вот какая команда тебя удивила больше всего? Это, опять же, методичка для ребят, которые насмотрят, как максимально дорого продать свою идею и команду. Вот можешь вспомнить такой случай эмоционально-человечески-живой, когда ты приняла буквально на презентацию решение инвестировать? Я вижу, Женя, честно, как на духу, то есть вот, поскольку учитывая, то есть это все очень особенные люди, в которых мы инвестируем, ты тоже знаешь, с этим сталкиваешься, они все очень живые, они очень интересные эмоционально, ну, может быть, за редким исключением каких-то, допустим, очень научно нагруженных проектов, такие тоже у нас есть в портфеле, потому что у нас есть сектор биотека, антиэджинг, ленджи, ведь есть немножечко науки, есть диптек, связанные с автомотивом, то есть там ребята по сдержанию, но в любом случае, то есть это все большие таланты. По сурови бы я их назвал. По сурови, да, все в серьезных стандартах по презентациям, все владеют материалом, это те, кто проходной билет получает, то есть элемента шоу или цирка здесь нету, то есть никакого, то есть на это, ну, есть просто все очень живые, яркие презентации. Есть какие-то ключевые фразы, какие-то ключевые моменты, какие-то эмоциональные якоря, но есть же, в любом случае есть, все равно работают люди, работают недоговора, и самые успешные примеры инвестиций, это когда максимально совпали вибрации тех, кто пришел, с вибрациями тех людей, которые владеют деньгами. Как только они совпали, и в борде, ну, например, присутствует такой человек, как Галицкий, который говорит, имеет огромный опыт, и одной фразой может вообще развернуть концепт развития компании. Когда это совпадает и входит в резонанс с тем, что чувствует менеджмент, компания взлетает, как ракета. Вот кто у тебя был такой? Другими словами, вот очень коротко хотел бы на определенном примере дать понимание тем, кто смотрит, каким нужно быть. Я услышал, нужно быть в материале, ну, это все говорят, нужно знать цифры, нужно быть, как сказать, экспертом в своем рынке, нужно обязательно быть таким амбассадором своего бизнеса. Это все говорят. Кто тебя больше всего поразил? Жень, ну, мне не хочется выделять какую-то из наших компаний портфельных, которые сегодня есть. У нас образовательная программа, скажи, кто? Я скажу, чем можно удивить. Хорошо, чем? Во-первых, знание материала – это однозначно. Умение презентовать и иметь, скажем так, такой очень быстрый ум. Потому что мы задаем очень много. То есть наша сила в том, что мы имеем определенный стандарт гриллинга. Это называется, когда ты задаешь перекрестно такое количество вопросов на скайпе, сейчас уже по стринке скайп называется, у нас Google Hangout или Zoom, ты знаешь, чем пользуются, или живьем. То есть когда мы садимся, два или три партнера, плюс ассоцией, плюс аналитики, начинается жесткий. То есть времени сверялся с презентацией, нет? Он должен знать, что надо есть. Вообще нет, нет презентации. То есть нужно иметь просто очень быстрый такой ум, живой ум, когда ты можешь реагировать на достаточно сложное. То есть подвисать нельзя? Как будет. Да, да. То есть люди, которые имеют очень быстрый IQ, я не назову, потому что это не показатель. Назовем это рефлексией. Рефлексией. Вновенная рефлексия на любой вопрос. Даже сложный. Это хорошее такое глубокое погружение в материал, это чувствуется сразу. То есть вот на это и рассчитан этот гриллинг, который производят венчурные инвесторы на ранних стадиях, для того, чтобы понять все-таки, вот это оно или нет. А он должен быть энтузиастом своего дела? Сто процент. Энтузиастом? Сто процентов. Вообще в нашем деле очень важное правило, очень важное правило. То есть если кто-то там от скуки или от желания заработать денег, хочет делать стартап, это очень сразу чувствуется. То есть ни в коем случае это нельзя делать. То есть это делается совершенно из других соображений. Когда ты профессионал в чем-то, когда ты понимаешь, что у тебя живой ум, есть команда, и вот так вот тебе не спится, тебе хочется что-то поменять, там в своем секторе глобально, когда ты четко понимаешь, что ты готов там сесть эту свыть, такую тюрьму на 10 лет, работать 247-365, и вообще не понимая, когда тебе говорят, что такое выходные, то есть, ну, наверное, это тоже есть, но вот только тогда нужно делать стартап. Это хороший показатель, который ты сразу чувствуешь уже на какой-то период работы в этом бизнесе. В моем случае это случилось на третий год. Когда ты понимаешь, что именно эти ребята, то есть это вот те, не просто энтузиасты, а те, кто могут это сделать. И эксперты. Да, эксперты. И движки. И движки. У меня есть короткая эмоциональная история тогда про мою инвестицию. У меня есть одни ребята, они с Украины, и живут они в Сан-Франциско. И мы их проинвестировали, и они работают там. И, значит, я был у них в офисе, и в том числе они меня попросили выделить 4 часа своего времени. У них был набор вопросов, разный, в том числе по менеджменту. И меня, у них как раз представил большой раунд уже с американскими компаниями. И когда я долго достаточно проговорил, они все записали, было достаточно эффективное общение, я видел, что у них горят глаза. И мы начали рассуждать, я говорю, Сан-Франциско очень своеобразный город. Была ты там, да, мягко говоря, своеобразный город. Понятно, рядом есть... Артуть и бархат, то есть есть деньги, бизнес, все на миссии. И тут такое количество бомжей со всей Америки. Прямо оттуда, они как раз в офисе Твиттера находятся в этом помещении. И я им говорю, хорошо, а где вы тут живете? Потому что я вот был в Наповалей, или я был там в Палеальто, прекрасные места. Они говорят, как где живем? Тут и живем. Я говорю, не понял, как тут? Он говорит, ну тут в офисе живем. Я говорю, подождите, как можно жить в офисе? Он говорит, а у нас нет своих денег. А к деньгам вас, инвесторов, мы относимся очень бережно, мы лучше дополнительно купим... Какие прекрасные ребята. Откроем вакансию продавца. И я тут же принял решение в этом раунде зайти к ним. Это круто. Я тебе расскажу другую историю. В негативную, то есть в негативную сторону. Не буду называть компанию. У меня было два случая, когда мы не проинвестировали. Когда я случайно в бизнес-классе со мной увидела стартаперов, которые, собственно, в бизнес-классе. Да-да-да, это было очень странно. Есть какие-то ноуговы, да? То есть ты это сразу понимаешь не потому, что это мои деньги в этом случае. То есть мы свои деньги инвестируем. Я, кстати, к своим и к чужим отношусь одинаково. Это проверяется очень просто. То есть когда люди берут в аренду машину или что-то похожее, да? И потом там готовы ее царапать или бить. Это очень плохой показатель. То есть я помню, несколько раз я брала машину на прокат. И насколько там бережно. Да как своей. Это тоже хороший показатель. Такие тест-драйвы тоже можно делать стартаперам. Для того, чтобы оценить, насколько бережно они относятся к ним. Ну вы даете ему возможность лететь бизнес-классом или не бизнес-классом? Да, они сразу поняли. То есть по моему особому взгляду. То есть, видимо, я уже излучала правильную-правильную энергию. Такие удалось Викторию вытащить на эмоцию и из-за вот этой брони инвесторской выглянул человек. Который в том числе эмоционально оценивает тех людей, в которых собирается инвестировать. Запомните, это очень важный кейс. Джастин Тимберлейк, по-моему, ты писала, оказался не только замечательным певцом, танцором и... Джастин Тимберлейк. Да? Эштон Катчер кто? Эштон Катчер. Эштон Катчер. Эштон Катчер. Да-да-да, инвестор. То есть оказалось, что он крупный инвестор. По-моему, у Тимберлейка тоже есть достаточно большое количество. У Тимберлейка тоже. Сейчас очень многие. Это вертикаль... Как это совмещается в том, что они поют, со сцены делают шоу, и тут же Эштон Катчер оказывается инвестор со стратегией, со своей командой. Он достаточно успешен, насколько я понимаю. Да, у него очень успешно играет Able Fund, и сейчас другой уже. Ну, то есть это имя, на которое, конечно, можно собрать достаточно интересный крауд, особенно если ты раскручиваешь компанию. Поэтому такие личности, как Аштон, Джастин Тимберлейк, Перис Хилтон, многие, которые тоже инвестируют в стартап. Многие, ну, возьми большинство из эстеблишмента, того, как мы знаем, по Лос-Анджелесу, они тоже очень многие инвестируют. Потому что это имя, которое сразу тянет. Все успешные. Вот кто Эштон Катчер? Потому что у него команда шикарная. У него шикарная команда. У него такие, что он самый успешный в этом плане, ты слушала его. Один из самых успешных. Один из самых успешных. Я его слушаю. Я с ним достаточно часто встречаюсь на Founders Forum. У нас такая есть тусовка инвесторов, которые собираются несколько раз в год в определенных географиях в Лондоне и в Нью-Йорке. Это обязательно. А потом есть какая-то special geography. Чувствуя не мучаетесь, да. Да, и там мы спокойно сидим за столом, мы общаемся. Локация неплохия. Нормально, да. Ну, там, именно там, где, там, собственно, все происходит. Это такая, это масонская такая, инвесторская ложа. Можно ее так называть? Да, такая же ложа и на долларе изображена точно, поэтому дальше можно... Нет, глаз, по-моему, это символ. Это она. Ну, это, наверное, это все одни и те же веточки. Вот, ну, нет, просто там все очень чувствуют себя даже спокойно. То есть общаются, слушают, там никто никого не фотографирует, не делает селфи, ничего этого не происходит. То есть это какая-то определенная каста людей, которые хотят на самом деле быть полезными. Я бы говорю про инвесторов сейчас. Там собираются инвесторы и фаундеры с другой стороны. Полезными друг другу? Полезными друг другу. А у вас нет тайн там? Ну, вы же конкуренты все? Конечно, да. То есть где-то, где-то, где-то конкуренты. А вы кооперируетесь? Мы часто кооперируемся. У меня такое правило, мы всегда готовы делиться. А есть с кем ты никогда не пойдешь кооперацию? У нас есть свой блэк-лист, конечно же. То есть у каждого фонда, наверняка у предпринимателя есть блэк-лист на инвесторов. С кем никогда не пойдешь? На инвесторов есть, они обмениваются, у них есть свои ресурсы, на которых они могут получить правильный апдейт, допустим, к этому ходи, к этому не ходи. А то же самое есть у инвесторов. Вот они все. Когда у нас предстояла совместная инвестиция, не буду называть компанию, я, чтобы понять тебя не с человеческой, а с инвесторской стороны, пришел к тебе в какой-то нетворкинг на лекцию. Пришел, просто сел там с этой хипстерней. И, в общем, было достаточно интересно. Ты очень, как это правильно сказать, очень эмоционально не подходит слово, как энтузиаст своего дела рассказывал абсолютно неподготовленной аудитории, почему ты вообще в инвестициях. Анализировать инвесторов не менее важно, чем анализировать потенциал вашего стартапа, потому что в зависимости от того, с кем вы поженитесь, собственно, компания может так и побежать. И я достаточно внимательно слушал, около полутора часов это происходило, было интересно. Зачем ты это делаешь? Мне это всегда нравилось. То есть, у меня всегда мало было монобизнеса. Славы хочешь? Да нет, ну нет, надо делать то, что тебе нравится. На самом деле, это мое мегахобби. Ну, то есть, я даже не представляю, как я вообще до этого жила. Мне всегда было скучно. Монобизнес был понятием. Да, ну, то есть, он был хорошим, приносил хорошие деньги, был не один, разный. То есть, я занималась многими разными, такими оффлайновыми, очень такими стоящими, устойчиво на ногах вещами. Но было все время скучно. То есть, не приходили тысячи имейлов, не было огромного количества скайпов. Сейчас разрыв. Сейчас разрыв. Сейчас у меня дети не верят и спрашивают, мама, это у тебя там баг какой-то, что у тебя там 168 тысяч непрочитанных имейлов. Я говорю, да нет, ну, просто не все из них нужно читать, но, в принципе, приходит очень много. А ты почтовый менеджмент приветствуешь? Приветствую. Ты голосом обсуждаешь или пишешь? И так, и так. То есть, когда мне нужно что задиктовать, это голосом, потому что очень много приходится задиктовывать. Я часто в дороге. То есть, сложно писать, потому что в машине я перемещаюсь. Нет-нет, я не записываю, я просто задиктовываю и присылаю тому, кому это придется. Твоя служба как выглядит? Очень просто. То есть, у нас 4 партнера, у нас есть осушитель. Служба? Вот твоя личная. У меня есть только персонал ассистент. Кто ловит эти гениальные мысли, которые иногда повисают в воздухе, из-за того, что не записал, они теряются? Персональный ассистент. Это все. Один. Это уровень человека, как из фильма «Дьявол носит Прадо»? Да. А ты вообще себя... Для меня еще даже, даже еще выше. Я даже не представляю себя без этого человека. Сейчас аккуратно, потому что схантят. Ага. Внимательно. И мы готовы. Мы готовы к этому. Если человеку нравится двигаться дальше, мы готовы. Ты себя с этой героиней ассоциируешь? Нет. Она хуже? Ты добрее? Мне сложно оценивать, тем более, это не мой фильм. Ну, то есть это не тот фильм, который мне бы понравился. А какой твой? Мне очень много нравится других фильмов. А вот один такой фильм? Именно поэтому... Один очень много. Ну, Жень, из классики... Один? Один. Хорошо. «Однажды в Америке». Так. «Полет на днездом кукушки». Так. А дальше... Кто в полете на днездом кукушки? Джек Николсон? Джек Николсон, да. Безусловно. Финчер шикарный, конечно. Вот много других... А боюсь спросить в «Однажды в Америке», все-таки «Лапша» кто? Просто фильм? Просто фильм. Просто фильм, который вообще редко что-то пересматриваю. Учитывая особую родительность с кино, так случилось, пришлось зайти в эту тему. Я уже не знаю, я люблю кино, или народ любит кино. Или кино любит тебя. Наверное, да, уже где-то, где-то уже перешла стадия на второе, но приходилось смотреть, и сейчас приходится смотреть достаточно много фильмов. То есть были периоды, когда было там 300-350 картин в год. Ты просматриваешь 300-350 картин в год и смотришь однажды в Америке? Я этот фильм посмотрела несколько раз. Несколько раз. То есть есть очень мало фильмов, которые я пересматриваю. К сожалению, только потому, что даже у меня нет физически времени пересматривать эти фильмы. Каждый год на фестиваль мы привозим там 100-110 плюс картин. Нужно посмотреть. Не все, конечно же. Но для того, чтобы отсмотреть, выбрать эти, то есть нужно посмотреть огромное количество других фестивальных фильмов, которые мы собираем, там 30 плюс разных фестивалей больших, там, мировых. Поэтому у меня уже кино, скажем так, на уровне каких-то больше эмоций, чем запоминание героев. Ощущение, наверное, да? Точно на уровне ощущений. И это точно тебя наполняет, потому что по-другому мир ощущаешь. То есть когда начала такое количество фильмов просматривать, я потихонечку начала перемещаться из последних рядов, ну, что было там трендово в мое еще время, когда сидишь подальше, вроде у тебя самые казарные места. И когда в какой-то один момент был очень прикольный случай, когда я вдруг переместилась на первый ряд в Каннском фестивальном центре. Вибрации ловит. Да, когда ты хочешь просто уже погрузиться в этот экран. Причем там экран не такой, как, ну, нам понятно, огромный экран фестивального дворца Каннского кинофестиваля. И рядом мне кто-то говорит, ну что, типа, ты уже кинофрик. Это был наш программный директор Алик. Кинофрик? Кинофрик, да. Это значит, когда ты уже настолько точно осмотрелся, что тебе хочется все ближе и ближе, и тебе мало-мало этого экрана, ты просто в полном погружении. Такая интересная фраза была, это где-то вот что-то похожее на то ощущение эмоциональное, которое ты ловишь от кино, а не просто для того, чтобы там с кем-то поди, как у тебя фильм нравится, больше или меньше. Ты живешь на уровне эфирного ощущения хорошего, качественного кино. Радио «Новое время». Радио «Новое время». Выйдет голосовая версия нашего интервью. Задает вопрос. Интересуется, я бы сказал. Ты бизнесмен, инвестор, очень активный человек. В этом плане дети страдают от отсутствия или недостатка твоего внимания. Как находишь баланс? Вот я точно не страдаю или не переживаю по этому вопросу. Ты понятна, а дети? Дети тоже нет. Они абсолютно получают все, я бы сказала, наверное, даже больше, потому что, мне кажется, я больше, чем нужно уделяю времени. Каким образом? При такой нагрузке, географии, перемещении? Ну, потому что у нас есть там прекрасная камера. То есть мы общаемся сейчас, когда меня нету, то есть я не ощущаю того, что мне не приятно. То есть ты мама выходного дня? Мы общаемся через камеру, каждый день у нас есть своя группа, где вся семья сбрасывает интересный чат. Семейный чат, да, лол, куда все сбрасывают фотографии, свои эмоции. Классная рекомендация. Семейный чат. Фотографии. Если видите детей реже, чем хотелось бы. Это правда. Комментарии, какие-то интересные ссылки о том, где ты, что ты. То есть это такой интерактивный чат, очень классный. Мы созваниваемся постоянно, то есть регулярно. Когда у меня нету, чаще, конечно, пишем и звоним. Плюс я стараюсь брать детей в свои командировки. Это тоже хорошо очень работает. Они с тобой рядом? Не всегда, конечно же, не всегда. Когда есть возможность? Когда есть возможность. На переговорах присутствуют? Например, да. Например, я с дочкой сейчас уезжаю на конференцию по БАИТЭКу, Антиеджин Ланжевич. Она сказала, что будет слушать все эти умные, заумные лекции. Сколько лет дочке? На 13. Когда... Сына мы ездили на конференцию. А, например, сыну сколько? Сыну 16 будет. А, например, нет ли под них какое-то количество денег им потренироваться, поинвестировать немножко? 10, 20 тысяч, 3 тысяч? А есть, но надо, чтобы они просто созрели и захотели. Просто у них настолько разные интересы, что меня радует. То есть я в этом плане не напрягаю. То есть я направляю... Инвесторы среди них есть? Да, да, да. У меня дочка и младшая. То есть потенциальные инвесторы. Только один спорттек, спортивная технология, это точно. Дочка все, что связанное, арт-дизайн. Как только будет готово, выделишь ей какую-то сумму для инвестиций? Да, с удовольствием. Ты считаешь, детям нужно таким образом помогать? Я считаю, что детям нужно помогать. Я считаю, что детей нужно брать к себе в офисы на работу, чтобы они тихонько, может быть, даже вместо школы какое-то время сидели в уголочке просто и записывали, Вместо школы это им понравится, да? Да, ну, если нет возможности в субботу и воскресенье приходить на работу, чтобы не сидели, пусть это будет пол, дня до обеда или после. Я на самом деле практикую такую штуку, первый раз слышу, потому что меня очень сильно по этому поводу атакуют, когда, если у меня нет возможности, беру своего ребенка, вместо школы он находится у меня в офисе. А потом обсудить, он засыпает, потеряет айфон, отвлекается, сидит в этой инсте бесконечной, в сторисе и так далее, но все-таки фоном он слышит некие транслируемые мной ценности, которые потом сработают. Я в этом уверен. Это работает точно, потому что я это проверила точно абсолютно, Жень, ты прав, когда малому было 6 лет, потому что скоро 16 будет, 1 октября, он вспоминал те вещи, которые мы с ним обсуждали, когда ему было 6 лет. И казалось бы, он к ним не внимательно относился. Да, 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 не внимательно. Родическое программирование это называется у Эрика Берна. Правильно, говори, тебя услышат. То есть я вот очень за то, что вы дети видели меня в нормальной, в живой, честной обстановке, присутствовали как можно больше, если есть возможность. Кричишь при них? Нет. А ты вообще повышаешь голос на подчиненных? Бывалому, то есть бывало, на подчиненных нет. Хорошо, на тех, у которых твои инвестиции сработали не так, как ты ожидала? Нет. На бордах как себя ведешь? Очень сдержанно. Очень сдержанно. А если нужно будет повысить голос при ребенке, который в кабинете? Не нужно. Будешь себя сдерживать? То есть это какой-то крайний вариант. Но если у меня будет какое-то эмоциональное такое тяжелое состояние, я точно здесь буду абсолютно 100% неправа. И такие вещи бывали когда-то с детьми. Конечно, бывали. Ненормативную лексику применять? Только не обманывай сейчас. И если применяешь, то как часто? Бывали случаи, Жень, правда. Ну то есть бывали, но... Какие это слова? Плохие слова. Какое это слово? Плохое. Это YouTube. Ну вот ты знаешь эти простые слова, которые учатся в вас. Я их знаю большое количество. А бывало, но мне очень за это стыдно. Очень стыдно. То есть ты бы такое не повторял? Никогда в жизни. А для эмоциональной разгрузки? Не, ну зачем? Есть же другие вещи для эмоциональной разгрузки. Неплохие слова. То есть я применяю другие вещи. Например, это за дальнюю медитацию. То есть мне это помогает больше. Благодаря этой медитации я избавилась полностью от джек-лэк. Это вы с Еленой Кровец ездили? С Леной там ездили. На какие-то гениальные там эти медитации. Да, Дэвид Личфов. И что, посоветуешь? Вот у нас же есть и женская аудитория. Для меня это не очень понятно. Это что? Это... Учитывая... Я сейчас все посоветую. Учитывая то, что много летаю. Ну ты тоже много летаешь. Может, тебе тоже будет полезно. Я, значит, такой приземленный человек. Реальный. То есть они где-то там хотят... Я это знаю. Поэтому я тут... Да, меня удивляют. Звезды за сих пор меня очень сильно удивляют. И будут, наверное, вечно удивлять. Но проблема в том, что... Мы не звезды. Мы с тобой рабочие люди. Да, очень сильно... Цитирую одного известного тебе человека, о котором мы поговорим во второй части интервью. Сергей Леонидович, он мне когда-то сказал гениальную фразу. Женя, всегда оставайся рабочим человеком. Это очень правильная фраза. Не могу не согласиться. Полностью за. Так вот, для того, чтобы избавиться от того, что мешает нашему профессиональному росту и развитию, это джет-лэг невыносимый. Невыносимый. В общем, мы постоянно летали в Китай, в Индию, в Америку. А из Китая в Америку никогда не летали? Это жесть. Конечно, летали. Это кошмар. И туда и туда выход вообще ужасно тяжелый. Так вот, а благодаря медитации, то есть физика процесса выглядела следующим образом. Буквально на следующую поездку у меня пропал джет-лэг. То есть я два раза медитирую по 20 минут каждый день, правда? Просто после перелета? Да. Без никаких дополнительных? То есть я просто, да, две вещи. То есть ты начинаешь спать по часам той стороны, куда ты двигаешься. Раньше мне это было невозможно. Невозможно. То есть получается, это как бы вроде как второй раз спишь. Ну, если ты куда-то едешь. Так, можно тогда 30 секунд? Тут уже вопрос. 20 минут всего. Нет, 30 секунд пояснить мне, как это делается. Потому что я, у меня спорт, алкоголь и мелатонин. То есть я прилетаю, пробегаю длинный кросс, выпиваю 50 грамм, выпиваю мелатонин и так далее. У тебя тоже хороший рецепт, но можно без мелатонина, если медитировать. Очень просто. 20 минут медитации. Ты закрываешь глаза, проговариваешь мантру, которую тебе должен дать учитель. Есть школа Махариджи, которая выдает это слово. Ты сейчас серьезно? Я серьезно. Без стеба. Ну, конечно, без стеба. Мантру проговорим. Это одно слово-мантра, которое основано на твоей дате рождения, на голосовом звучании твоего имени и фамилии. Типа генерируется некая мантра, слово очень простое. И ты это слово проговариваешь, причем ты ни о чем не думаешь, ты не задаешь себе никакие пазлы, картинки, ничего. Ты просто его рандомно проговариваешь, рандомно, то есть не раз, два, три, не на счет, не на какое-то дирижирование. Просто проговариваешь. Без стеба просто проговариваешь, так как легло. Вообще без стеба, просто в разнобой, скажем так. Через какое-то время ты не помнишь уже ничего, то есть ты отдыхаешь. Я завожу будильник, не всегда это рекомендуется, но я завожу будильник, чтобы через 20 минут просто проснуться. Иногда ты просто как-то глубоко погружаешься в некий отдых, и через 20 минут происходит самое невероятное. То есть ты чувствуешь себя настолько отдохнувшим, как будто ты проспал большое количество времени. Но есть разные технологии, когда спят. Моя мантра называется «Хорпица», но я не об этом. Первый раз, кстати, в проекте упомянул. Если ты заплатишь представителю института Махарижа, я думаю, что вы договоритесь на «Хорпицу», тебе, правда, придется поменять как минимум имя и фамилию, для того, чтобы оно было созвучно. «Хорпица», не знаю, как они. Ты абсолютно рациональный человек. Ты всерьез? Я видел твое интервью по этому поводу, что вы специально выделяете время, то есть ты не летишь на какую-то инвесторскую конференцию, это для женской аудитории, а летишь заниматься вот этими мантрами. Это работает. Да не лечу никуда. Мантрами надо заниматься. Дома или в офисе на 20 минут. Нет, ну для обучения, я видел. Для обучения у нас в Киев никуда не летали. В Киев у нас самые дешевые расценки на учителя от института Махарижа, который приходит тебе, это стоит в 10 раз где-то дешевле, чем если бы ты это сделал в Америке. Поэтому ты просто гуглишь, конечно, это работает. В очередной раз удивлен Викторией. Приглашаю человека, когда вас полтора, два часа, два дня, то есть он тебе объясняет принципы какие-то основы, генерит тебе эту мантру, вы делаете пробную медитацию вот прямо здесь сидя в кресле. И все, и ты решаешь вопрос. Ну у меня реально, возможно, все другие процессы тоже наладились, то есть как должно было быть. У меня в принципе так все неплохо было. Но то, что прошел джетлайк, это факт. Скажите, а мантры для бизнеса есть какие-нибудь? Перед инвестицией есть какая-то мантра, которую почитать, чтобы инвестиция была удачной? Я думаю, что это достаточно будет. Это пойдет. Это мантра точно. Тут вот в достаточно скромном кабинете для человека, который управляет 50 миллионами долларами, из которых 87% уже вернулись. Да. Есть такое дерево знаний. Тут просто огромное количество бейджингов с разных конференций. Верно. Дело предпринимателя или инвестора учиться? Постоянно. Постоянно? Постоянно. У меня, кстати, нету тоже MBA. Не может быть. Да, не жалею об этом. Не жалею. Твоё отношение вообще к бизнес-образованию? Только какие-то курсы точечные. Короткие? Очень короткие курсы. Времени и длинное обучение? Времени. И потому, что нет времени. Ты все время должен в эфир быть. И потому, что всё-таки больше ценится, наверное, такое алгоритмичное мышление. Уметь быстро нестандартные решения принимать. Вопрос общественности, который имеет MBA, то есть именно этому не учат. То есть другие знания можно получить, наверное, дистанционно онлайн. Я большой сторонник какого-то короткого точечного обучения. Онлайн обучение подходит? Да, да, да. Причём он абсолютно. Udemy, Udacity, все интересные курсы, короткие, что-то узнать. Это за этим будущее, правильно? Сейчас мигрируют студенты, не выезжая куда-то, образуются у себя из дома дешевле, быстрее, эффективнее есть время работы. Совершенно верно. А нетворк, то есть те, кто ищут нетворк, менеджеры, силы, это вот эта история? Нет, это вот эта история короткая. Короткая история. Это конференции, это короткие какие-то обучения. Тех, кто ищет нетворка, конечно, там MBA полезен, потому что ты приобретаешь нетворк, который может быть тебе полезен в какой-то определённой отрасли. У меня такой необходимости нет. То есть есть определённая сфокусировка, уже чем я занимаюсь. То есть если идёшь управлять семейным бизнесом, либо каким-то узконаправленным, сфокусированным, то MBA — да. Да, если тебе нужен нетворк тех людей, похожих, таких же, которые могут быть тебе полезны в будущем для развития международного бизнеса, либо строения географической экспансии, или для того, чтобы просто приобрести полезные к тебе люди и контакты. Это, кстати, очень классно работает. Такие Харвард, клубы, Стэнфорд, MIT и так далее. Это тоже работает. Но в моём случае конкретно это не нужно. Мы традиционный блиц у нас заменили тем, что я задал тебе вопрос, какие у тебя есть вакансии, услышал, они есть. Есть, пожалуйста. И второй вопрос из блица, немножко размазанного по передаче. Можешь сказать одной фразой, из какой отрасли максимальная перспектива получить твои деньги, как инвестиция? Какая отрасль? Мобилити и цифровое здоровье. Это последняя история с айчасами, которые теперь делают кардиограмму? Нет. Это эта история? Нет. А какая? Это не эта. Это, кстати, у нас тоже очень хороший проект. Есть кардиограф, Мави, классно. Это украинцы, которые делают проект. Ну, другая. То есть цифровое здоровье, это больше какие-то интересные софты, которые на грани науки и имплементации этого жизни. То есть это любые софты. Тестинговые? То есть это какой-то апп в телефоне, который замеряет цебиение ночью или что? Это могут быть хардверные штуки, это могут быть софты, которые применяются в MRI-сканнинге и многие другие полезные вещи. Какая-то история была, что занималась жена, по-моему, Брина, тем, что, извиняюсь за подробности, можно было плюнуть на экран айфона, и он замерял там уровень сахара и так далее. Да-да-да, как она называется, 23admi, ее создавал в свое время Астердайзен, которая была у нас тоже на конференции, на первой агенте. Это классная тоже очень штука. Я верю очень в Крисп-технологии, то есть когда ты модерируешь Деной. И мне очень нравится тема, которая, можно сказать, как больше как хобби в рамках фонда, это инвестиции в биотек в направлении антистарения. Это очень интересный широкий спектр вопросов, которые там есть. Мне нравятся, я езжу на такие конференции, больше, наверное, для себя, но понимаю, что тоже за этим будущее. Так, ну вы, пожалуйста, с антистарением ускольтесь, я говорю как потенциальный или не потенциальный, высоковероятный пользователь. Ты не выглядишь. Высоковероятный пользователь. Как потенциальный. Нагиев, кстати, Нагиев, кстати, сказал у Дудя, который меня очень мотивирует для этого проекта. Классно рекомендую, кстати, посмотреть. Я смотрю. Уровень вообще личности человека, то есть это фактически ведущий, но вот дискурс, вообще повестка дня, которую он обсуждал, это, конечно, фантастика. И легкость, то есть только с этим происходит. как он произносит, вообще фундаментальные такие вещи. И без обиды, то есть очень о тяжелом, о тяжелом, но без обиды. И как Дудь себя ведет, то есть как он его разворачивает, и чтобы зритель смаковал и понимал вот эти вот вообще его посылы, которые выходят далеко. Женя, вы тоже не скромничаете. Далеко за рамки. Когда будет полтора или сколько у него, три миллиона просмотров, обязательно перестанут скромничать, но пока что, конечно, нет, потому что о бизнесе. Только начал, не дал. Потому что о бизнесе, конечно, тяжелее, но стараюсь, делаю все честно. Так вот, так вот он про антистарение. Так вот он про антистарение. Он сказал такую штуку классную, что к нему иногда приходят, не смотрела ты последнюю передачу? Нет, нет. То есть я в рамках того, что я как бы ведущий, я еще наблюдаю мир, он говорит. И приходит, например, какой-то чувак, там 72-летний, стоит, говорит, ровный, с осанкой, у него там молодая очень жена, ребенку там два года, и он там весь там, значит, от него прет энергия. И он говорит, а рядом стоит какой-то чувак, говорит, я тут испек какой-то, значит, хлеб, принес какой-то самогон тут сделал, и, в общем, я отлично живу, и мне 56 лет. И он говорит, слушай, ты понимаешь, что ты себя убиваешь? А вот этот чувак, хочу понять, что он колет, колите мне такой же, потому что я не собираюсь быть старым. Это мировые тенденции быть молодыми? Потому что если хочешь жить долго, привыкай жить старым. Но все хотят сейчас жить вечно. Су процентов, да. И мы тоже не исключение, но, в принципе, все, все наше старение у нас в голове. А так, чтобы быть точнее, в наших мыслях. Поэтому долгая-долгая тема по поводу тестерения. Есть очень много интересных технологий, кто как двигается к тому, что мы как минимум уже сегодня есть возможность жить на 50 лет дольше. Но самое главное, это позитив и позитивные мысли. То есть это самое простое. Это мы опять о мантре. И правильное питание. Это мантра туда же. То есть вот этот комплект. Нет, ну ты говоришь о мантрах, инвестируешь в это. Это самосовершение. Так все-таки мантра или ЭП? И то, и то. Потому что это ментальные вещи, которые помогают все-таки мыслям быть на месте. Плюс, это тоже, ну то есть для того, для того, чтобы мозги мысли были в порядке, это все вот ключи к хорошему, здоровому, здоровой жизни и к длительному, нормальному существованию. Эффективному существованию. Это 100%. Ответ принят. У нас есть подарок, бонус для людей, которые смотрят. Ты определишь, человек ты активный, определишь самый хороший вопрос, который тебе понравится и от себя вручишь подарок, который дороже, чем деньги. Что бы это могло быть? До менторства 100%. То есть какие-то пару часов. Два часа менторства. Мы там, можно и три часа, пожалуйста, сколько понадобится. Да. Сколько понадобится внимательно с этим? Потому что ребята, кладки, это предприниматели. Смотри, двух уже четыре. Я знаю, что они нам знакомы. Четыре, пожалуйста, тоже без проблем. То есть зафиксировали четыре. Я хочу остановиться, потому что договоришься на четыре, проведешь восемь. У нас каждую неделю проходят... Я как-то после семинара пригласил людей к себе на час поработать. И они решили пожить у тебя. Да, вышли в 10 вечера из моего кабинета. Я понимаю. В общем, пригласил одного, пришло 8 человек. Поэтому будь внимательна. Два человека по 4 часа. Два человека по 2 часа. Два человека по 2 часа. Или два человека одновременно 4 часа. Это два человека вместе или два человека отдельно? Отлично, зафиксировали. На какую тему задавать вопросы? Посоветуй, пожалуйста. Менторство от тебя, дорогого стоит. инноваций, технологий стартапа по сравнению своей бизнес-инвестицией. Отлично. Завершаем сегодняшнюю передачу. В моем проекте есть разные люди. Кто-то достаточно настойчиво просится на передачу, кого-то хочу увидеть. Я отказа, во всяком случае, еще не было. Я достаточно долго хотел пригласить сюда Викторию. Мы все время не совпадали в графиках, в перелетах, на перекрестках вселенной мы никак не совпадали. Алло, привет, ты где? Извини, я Лос-Анджелес, ты куда? Я в Индии, ты где? Я сейчас в Китае, давай синхронизируемся. Вдруг в какой-то момент мы совпали с тобой в Киеве. Почему совпали? Потому что ничего не происходит просто так. Не знаю, моя ли это мантра бизнесовая, или это называется как-то по-другому. Такие люди, как Виктория, невероятно включают во мне внутренний движок. А я считаю, что для любого предпринимателя, когда ты находишь свой движок, остановить тебя невозможно. Смотрите внимательно эту передачу. Будьте внимательны с каждой мыслью. Записывайте все, что сказал этот человек. Потому что у Виктории были все возможности затеряться в тени известного и успешного мужа. Однако она прошла свой путь достаточно сложный. Она активна. Она знает какие-то мантры. Она перемешается по миру. Она инвестирует. Она получает прибыль. И самое главное, вы видите, что счастливый человек. И она получает удовольствие от того, что она делает. Сегодня в Бингване была Виктория Тегибко. Я этому рад. Пару слов людям, которые нас смотрят. Ребята, пожалуйста, если вы хотите чем-то заниматься, делайте это абсолютно искренне, если вам на самом деле очень, очень этого хочется. Точно не от скуки. Точно не от того, что вам хочется чуть позаработать денег. Потому что предпринимательство — это святой путь. То есть нужно просто понимать, что это означает и что-то от вас требует. У нас осталась последняя рубрика. Мы с тобой запускали прямой эфир в Facebook. И там налетело вопросов. Один вопрос оттуда выберу. Заходим. 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 Пробежка утром. Есть такое. Плюс йога. Плюс йога. Да. Отношение к инвестициям в криптовалюту. Негативное. Негативное. Виталий Свидидов задает. К сожалению. То есть это не наша история. Не моя история. Потому что у нас было пару достаточно комичных, или я бы сказал трагикомичных героев, которые называли себя криптомиллиардерами и советовали невероятно быстро инвестировать в крипту. Ну и в общем их прогнозы отличались от того, что происходило приблизительно раз в 20. Да. То есть мы эту историю не знаем. Блокчейн, да? Крипта нет? Да. Так выглядит. Да, потому что очень многие ребята, которые рулят этой темой сегодня знаю лично. Ты про Виталика? Не, 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 Виталика. Вот Виталика точно нет. Но когда я понимаю, что они свои личные деньги, они инвестируют лично свои. Вот это вот для меня большие показатели. Зафиксируйте, пожалуйста, совет Виктории. Блокчейн, да? В криптовалюту нет? Как минимум до тех пор, пока в нее не начнут инвестировать сами. Сами же те, кто рулят. Сами те, кто рулят этими криптовалютами. Всем спасибо. Смотрите Big Money. Виктория, большое спасибо. Спасибо. Бэкстейдж это называется или как, да? Да. Когда за пределами передачи, да? Подводки. В том числе еще украинский художник. То есть Виктория всеми силами, не только финансово, но и в культурном плане. И дома тоже только все украинские художники. В культурном плане продвигают. Лично со всеми знакомы. Они все классные ребята очень. Так, а вот твоя оценка. Инвестировать ли в искусство, раз мы уже заговорили. В украинское. По статистике вообще все глобальные инвесторы в арт, в современное искусство. Чаще всего инвестируют в свое. В свое. То есть на своих территориях. Там, бразильцы в свое. То есть так удивительно странно, но большую часть своих инвестиций они делают в своей художественной. Наш парень этот Марчук, да? По-моему, фамилия. Самый коммерчески успешный. Почему? Марчук, Савадов. Нет, Савадов. Марсен Савадов, который, да? Да. У меня было много картин очень-очень глубокого. И он растет? Кистал тоже, Соломка. Не знаю, то есть не отслеживала последние Слудбиса и Кристис, но он стоит, ну, то есть тех денег, которые он просит. В рамках фестиваля. Мы с тобой как-то были на фестивале. Кстати, спасибо за партнерство. Да, было огромное движение, был огромный праздник. Десятый год будет уже в этом году, 10 лет. Да, был огромный праздник. Я, кстати, всем рекомендую, у кого есть возможность, пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста. Там интересно. 12-20 июля. Там интересно. У меня вот отложенный мой вопрос, да? Пусть Леонидович на меня не обижается. Ты эффектная женщина, красивая. Ты была там центром такого эмоционального притяжения, да, вокруг. Как тебе это удается совмещать? То есть ты, с одной стороны, жесткий руководитель. Ну, в смысле, хорошо, жесткий инвестор, потому что мягких инвесторов не бывает. С другой стороны, ты мама. Еще, с одной стороны, ты красивая женщина, которая привлекает к себе всеобщее внимание. Как это получается? Да, ну, как-то вот так получается. Только не говори о структурировании времени. Так не работает. Нет, нет, я просто люблю кино. Наверное, надо быть честным. На самом деле, фестиваль родился из того, что я любила кино. Потом, как ты правильно заметил, как мы с тобой начали разговор, уже кино теперь сильно любит, наверное, меня. И это уже другой объем времени и всего остального. Но по-прежнему вот какой-то эфир того, что я делаю то, что я люблю. То есть я на самом деле люблю артовое кино. Хорошее, умное, не попкорновое кино. Это на самом деле честно. Если бы этого не было, не было бы киноакадемии, которую мы создали в Украине, в стране. Нужно, наверное, меньше, но неважно. У нас до 2017 года не было своей киноакадемии. Это позор. Но это много об этом могу говорить. То есть эти вещи мы делаем только потому, чтобы в Украине возродилось, по сути, кинопроизводство, которое ассоциируется со своей украинской, да. Сейчас, мы угодно социальность. Это я задал бытовой вопрос. Потому что мне нравится. Наверное, нужно делать то, что тебе нравится. То есть мне нравится классное кино. И это, по-честному, воспринимается, наверное, людьми, которые приезжают на фестивали. Ты делаешь какие-то усилия, чтобы быть... Я не знаю, какая ты на этих кранче. Надеюсь, что... Такая же же, Женя. Или неправильно не скажу, не надеюсь. А я предполагаю, что там тебе внимания меньше. Но там, на этом Одесском кинофестивале, когда была вечером вот эта тусовка, когда был Джон Малкович, с нами сидела ты, я, и между нами сидел просто великий, великий актёр. Был Вадим Перельман, с которым он познакомился, «Дом из песка и тумана». То есть это был огромный, огромный ивент, событие. Михаил Жванецкий был. Ну, то есть это были звёзды, да. И ты там блистала. Это какие-то усилия. Ты же в этот момент не инвестор. Ты же в этот момент не любитель кино. Ты в этот момент женщина. Это дополнительная какая-то энергия. Ты как-то подзаряжаешь батарейки. Как это происходит? Это, на самом деле, важный совет для тех женщин. Я часто живу, когда перемещаюсь в гостиницах, в бизнес-гостиницах. Ты знаешь, да, там единый рецепшн практически унифицированный, понятный завтрак. Ты тратишь минимум времени. Но в этих... На этом завтраке... Я завтракаю рано. И начинаю день рано. И вот встречаются такие совершенно необыкновенные женщины, которые видно, что они заняты бизнесом. Они немножко устали. У них не всегда есть время сделать там супер качественный макияж. Но они прекрасны в этой своей неподготовленности. То есть, да, я вот люблю женщин-бизнесменов. Наблюдать за ними люблю, да, когда она вот завтракает. И тут же уже там дает какие-то указания, потому что без нее что-то не будет там... В ее бизнесе происходить. Начать крутиться. Так все-таки, какие-то ты дополнительные усилия, или ты просто как? Это важно для тех, кто нас смотрит? Да я отвечу очень просто. Ну вот тебе же как-то удается со всеми людьми, с которыми ты общаешься, абсолютно из разных секторов сферы и всего остального, очень профессионально, классно, легко общаться. Точно так же. То есть это, наверное, определенный уровень, какой-то эрадиции вообще. Ну то есть, я не знаю. Когда тебе нравится общаться на эти темы, а мне нравится тема кино, мне нравится то, что я делаю, наверное, другие темы, наверное... То есть, когда ты органично, ты привлекательна. 100%, когда ты по-честному органищен, наверное, к тебе тянутся люди, потому что нечестность очень-очень чувствуется сразу. Предлагаю на этом завершать. Ты видишь, не можем с тобой наговориться. Да продолжаем. Все. Было приятно. Получилось за пределами передачи. У нас практически столько же, сколько в передаче. Прекрасная женщина. Мама, жена, инвестор, бизнесмен и просто хороший человек, который меня очень сильно подмотивировала. Виктория Тилипко. Взаимно, Женя. Спасибо большое. Виктория Тилипко. Виктория Тилипко.